Ох, мы нагулялись, заехали в Лидл. В Лидле было два свободных места или три. Мы припарковались, я быстро побежала, купила туалетную бумагу и салфетки, потому что завтра сказали, на дорогах будет... Ну, я уже говорила, всё чёрное, и туда не подъедешь. Именно выходные. И что ещё купила? На 10 евро купила. В Лидле, конечно. Ну, как сказать, шерш, Влад что-то ищет в моей сумке. Он говорит, я в дом пойду побыстрее, открою, а то ты это снимаешь. И в это посадка. А там... Отключилась я, потому что у меня очки на пол носа упали, а Владислав надо мной смеётся. Вот. И купила немного овощей, короче, на 10 евро всё купила. Намного дешевле, конечно. Ну, от нас до туда сколько? Не знаю. Наверное, километров 5 недалеко. Смотрите, у нас тут сушат, как... Все-все сушат полотенце вот так вот, потому что в квартирах плохо сохнет. Сейчас позвонила Оле. Аня сказала тоже так же, что сушили. И вот как хорошо иметь мультиварку. Прибежала, брокколи забросила. Брокколи я подготовила, разобрала на соцветию уже заранее. Сейчас через 27 минут... Ой, через 27, это просто программа. Через 10 минут можно будет отключать, пока вода нагреется. И потом ещё несколько минут. И брокколи будет готово. И что я вам хотела показать? Я вам хотела показать цены. Были булочки. Продолжаются. Гуляем. Вечером. Сюда, в эту сторону, мы ещё не ходили. Ресторанчики. Ресторанчики открытия. Магазины уже закрыты вечером. А здесь у нас мексиканский ресторан. Все рестораны полные. А этот закрыт почему-то. А нет, открыт. А это бургеры. Это для молодёжи. Чувствуется, что приближается август. Завтра последний день июля. И чувствуется, что август. Прямо вечером уже кофточку хочется одеть. О, какая милья. Какая красота здесь. Квартальчик, помните этот? Красивый. Домики вам покажу. Отпускные. Много кто приехал в августе. Но также много домов, которые остаются закрыты. Наверное, кто купил из других стран, не приехали в этом году. Вы меня спрашиваете, кто всё убирает? Кто здесь за всё это платит? За что-то платит мэрия. Но если вот это здание, например, да, как вот у нас большое, то раз в год проходит собрание, и нам вот в Прованс присылают вот такую пачку документов. И что они хотят сделать? Например, нам вот прислали переделать электричество в подъезде. Будет на весь дом столько-то стоит. Согласны вы или нет? Нет. Затем нужно поменять клумбы. Будет там 50 тысяч стоит. Вот эти у нас большие, я вам потом покажу. Клумбы. Согласны вы или нет? И вот так очень-очень много документов, и ты потом голосуешь. И вот если все проголосуют, то поменяют. Если нет, то нет. И все вон французы ужинают на террасе. Уже сейчас какой? Наверное, 10-й час уже вечера. Но на юге Франции, как я уже говорила, французы садятся кушать и в 9 часов. Если это, конечно, отпуск, так пораньше. Некоторые в 9 часов. Вон все-все сидят, ужинают. Мы ужинаем чуть-чуть пораньше, но позже, чем в Провансе. Здесь где-то мы на час. Потому что у нас еще аперитив. Я вам сняла супер рецепт коктейля, который я изучила правильно, как делать. Поэтому смотрите все на каналах на обоих. Не знаю, где на том и на другом. Мы находим по-французски или на Франц. Будет все и там, и здесь. Поэтому... А здесь мы ни разу не были, не проходили. А, это идет... Да, мы проходили по другому мосту. Здесь к нам дорога идет. И вот французы или в ресторане, или дома покушали. И сейчас будут до 11 в нашей деревне гулять. Смотрите, сколько машин. О-о-о, тулевуатюры шире. А вот, а давай. Кто-то там праздник устроил на последнем этаже. А вот здесь находится вот этот вот дом с красной крышей, с оранжевой. Здесь вот и находится... Как это? Суси и те по-французски. Забываю слова, как всегда. Вы будете ругать его. Тот, кто занимается нашим зданием. Ну, вообще вот этими зданиями. Они занимаются. Все документы, все оформляют. Мы им должны оставлять ключи. Они проверяют. Вот. Жестью. Ой. Есть, конечно, старые очень здания, которые постепенно собираются разрушить, построить. Вот такие маленькие. Ну, не знаю. Но в этом году вот эти вот здания огромные, в них больше сняли квартиры французов, потому что они намного дешевле в этих таких зданиях. У кого небольшой бюджет, они предпочитают вот снять какую-то квартиру в таком большом доме. Почему мы это знаем? Потому что людей напротив этих зданий вечером очень много и на пляже напротив этих зданий вот даже с утра в таком народе прямо вообще много-много. Французы смотрят на цены в этом году. Ну, как и везде, потому что многие на полдня работали из-за коронавируса или не работали вообще. Кто-то приехал, кто-то не приехал. Вот в этом здании тоже много сдавалось. У нас, кстати, тоже много сдавалось. Сейчас подходили, я уже не стала снимать. Были цены вне сезона, например, в апреле там и в сезон цены. В сезон, конечно, в полтора раза цены больше. Если там вне сезон можно за 400 с чем-то снять, даже за 345 можно снять, то в сезон, сами посмотрите, вот около 700 евро. Даже до 1000 доходит. Дети играют. Тоже в метангу. Ветер. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok